Здравствуйте! Клубника откуда? Крымская? Хорошо, что крымская. Начальник территориального отдела Госадмтехнадзора Игорь Винокуров может и рад клубнички прикупить, но не здесь. Хозяин установил палатку, торгующую фруктами, без каких-либо разрешающих бумаг. На вопросы представителя власти ответа у него нет. А есть какие-то документы, разрешения? Кто вам давал разрешение сюда поставить? Ну не могли ведь сами поставить, то есть взрослый человек. Это наказует. Сколько она простоит, вы мне тоже знали. Что простоит немножко. Чуть-чуть. Вот она и постояла. Поторговали. Теперь самовольно установленный торговый объект следует демонтировать, а хозяину выдается предписание явиться к инспектору Госадмтехнадзора для отдачи объяснений. Впрочем, объяснения продавца незамысловаты. То есть вы не знали, что здесь это незаконно? Не знали, что это незаконно. Думали, территория рынка. Такие предположения и отсутствие знаний грозит предпринимателю штрафом в 50 тысяч рублей, а то и приостановкой торговой деятельности. Кто осуществляет торговлю, что за товар, никто этого не знает. Соответственно, под угрозой находятся наши жители, наши потребители. Вот с этой целью, чтобы предотвратить такие нарушения, мы совместно с Антемхнадзором проводим периодически такие рейды. Если в предыдущем случае хозяин нашелся, то бывает и такое, что концов, как говорится, не найдешь. Еще один нарушитель порядка торговли расположился на Жуковском проезде, как выясняется, на радость пенсионерам. Покупаю, что мне надо. Я рада. Вчера не было. Я говорю, как жалко, что их нет. Неужели не приедут? Сегодня приехали. Вот я рада, довольна. Несмотря на то, что торговля до нашего появления шла бодро, после разговора с проверяющими продавец спешно начал собирать товар. Наряд милиции должен приехать, который должен выяснить, кто это такие, чтобы потом дальше были данные, хоть какие-то, и их привлечь к ответственности. Потому что документов даже сейчас, на данный момент, ни у кого никаких нет. Иногда случается, что и торговая точка стоит законно, и документы есть, но нарушается порядок продажи товаров. Например, здесь это делают вне павильона. По закону размещение дальше палатки, вот эти все развалы, это запрещено. Ну, мы занесем вот среди. В отличие от других рейдов, когда сотрудники Госаднотехнадзора сами ищут различные нарушения, здесь о точках, где происходит несанкционированная торговля, часто известно заранее. От местных жителей, сотрудников полиции и других предпринимателей, которые против нездоровой конкуренции. Спасибо, до свидания, удачи вам. До свидания. Здоровье. Самое главное – это здоровье. Не нарушайте. Ну, не будем. И будет здоровье у людей у наших. Да. И у вас тоже. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Сергей Ларин. Видное ТВ.